ДТП с пострадавшими В Салихарде 27 октября на улице Зои Космодемьянской загорелась квартира. За 35 минут огонь охватил потолок и чердачное помещение на площади 3 квадратных метра. 16 огнеборцев с привлечением трех единиц спецтехники ликвидировали возгорание. Причина пожара и ущерб устанавливаются, а пострадавших не сообщалось. 25 октября в Новоуренгойскую полицию обратился мужчина 62 года рождения с заявлением о нападении и краже. Полиция выяснила, что неизвестный подошел сзади к потерпевшему на улице, схватил его за шею, ударил по лицу и повалил на землю. После этого злоумышленник забрал из кармана куртки потерпевшего телефон и убежал. Полиция поймала преступника. Им оказался выхтовик из Алтайского края, 97 года рождения. Мужчина признал вину и вернул телефон. Следственный отдел возбудил уголовное дело. В Салихарде на мужчину составили 28 административных протоколов за 156 неоплаченных штрафов общей суммой. Свыше 80 тысяч рублей. В пресс-службе полиции рассказали, что выявили злоумышленника во время профилактической работы ГИБДД. 48-летний салихардец переходил дорогу в неположенном месте. Автоинспекторы проверили его по базам данных и в итоге выяснилось, что мужчина уже в качестве водителя систематически не платил административные штрафы. В суд Муравленко передано дело о дебошире, напавшем на женщину и обругавшем полицейского. 32-летний житель Муравленко еще в сентябре в пьяном состоянии накинулся с кулаками на свою возлюбленную за то, что женщина не ответила ему взаимностью. Он даже попытался ее задушить. Приехавших на шум полицейских, расстроенный влюбленный, обругал нецензурными словами. Теперь ему вменяются статьи и за угрозу убийством, и за оскорбление представителей власти. На Кубани задержали жителя Ноябрьска, который находился в федеральном розыске. Ямалец скрывался от полиции полтора месяца в Каневском районе Краснодарского края. Мужчина является фигурантом уголовного дела по статьям «Грабеж и вымогательство». По данным пресс-службы регионального МВД, 32-летнего северянина задержали на одной из остановок общественного транспорта. Он вел себя неадекватно. В ближайшее время преступника передадут инициатуру розыска. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова